Всем привет! Тема моя будет сегодня Как влияет цвет улья на медосбор? И влияет ли? Да, влияет. Пчелы, как и люди, любят разные цвета. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии, делитесь своим мнением. Может у вас такой опыт есть, или был, или будет. Поэтому очень интересные темы всегда, которые дают нам больше и больше правильных результатов. И это очень важно, потому что все мы хотим иметь успех. Итак, журнал 1963 года, номер 4. Есть такая статейка, небольшая. И вопросы и ответы будут еще 1963 года, тоже весьма интересные. Номер 6 журнал. Итак, прочитаем. Как влияет цвет улья на медосбор? Меня давно интересовало, как влияет окраска улья на продуктивность семьи. Начиная с 1954 года, я вел наблюдение за четырьмя семьями с матками-сестрами. Семьи подобрал одинаковой силы и содержал в одинаковых условиях. Единственное, что их различало, это окраска ульев. И у номера 12 была красная, у номера 18 и 37 желтая, и в номера 89 зеленая. До главного взятка все семьи развивались одинаково. Гречиха в тот год цвела хорошо и выделяла много нектара. Но ко времени первой откачки оказалось, что в семьях номер 12 и 89 магазинные рамки полностью залиты медом и на одну вторую запечатаны. А в семьях номер 18 печатного меда было очень мало. А в семье номер 37 совсем не было. Что это было за семьи, сейчас я вам скорректирую. Значит, семья номер 12 и 89 полностью были залиты медом рамки. 12 это красная, 89 зеленая. Читаем дальше. А номер 37 это желтая. Оказалось, не было ничего. Через 4 дня после откачки магазинные семьи номер 12 и 89 были опять полны. Им даже пришлось поставить вторые магазины. В двух других семьях меда было значительно меньше. Результаты сезона были таковы. Семья номер 12 и 89 собрали по 80 килограммов валового меда. Семья номер 18 и 62 по 62 килограмма. А семья номер 37 53 килограмма. Значит, уточняем опять. Семья 12 и 89. Семья 12 красная, а 89 зеленая. А номер 37 желтая. Желтый это менее привлекательный цвет. Читаем дальше. Весной 1955 года во время чистки ульев я пересадил семьи. Мои опытные семьи переместились. Номер 12 и 89 попали в желтые улья. То есть в самый отрицательный цвет посадил самые лучшие семьи. Номер 18 в зеленый посадил. Номер 37 в красный. Продуктивность семей изменилась. Самый большой выход меда был в семье номер 18. В зеленом улье 75 килограммов. Обратите внимание. Семья номер 18 в прошлом она попала в зеленый. Читаем дальше. И семья номер 37 в красном собрала 70 килограммов. И номер 12 в желтом улье 60. И номер 89 в желтом 54. То есть те семьи, которые попали в желтый уль, уль совсем собрали меньше всего меда. То есть обратите внимание цвет какой. На этот раз наиболее продуктивные оказались семьи, находившиеся в красном и зеленом ульях. То есть те, которые и раньше были цвет. Наименее продуктивные в желтых. Такая закономерность наблюдалась в течение всех последующих лет. Некоторые пчеловоды, с которыми мне приходилось беседовать, замечали, что в темных улях теплее и семьи в них развиваются лучше. Но дело, по-видимому, не только в этом. У меня было так, что темные улья стояли в тени, а светлые на солнце. И все равно наиболее продуктивные оказывались семьи в темных улях. Вот такая вот информация. Я советую принимать 100% на веру. Это вы можете проверить, купить краску, покрасить свои семьи. И наблюдать, какая семья вам дает больше. Но я наблюдал еще в другом журнале подобную информацию. Тут не указан еще один цвет. Синий цвет или светло-голубой. В другом журнале я читал, что синий цвет и светло-голубой наиболее привлекательны для пчел. И они наиболее хорошо развиваются. Меньше воровства, меньше слетов. И, естественно, и меда больше приносят. Именно в этих цветах. Ну, потом идет по, как говорится, по понижающей красный и зеленый. И, конечно, желтый. Желтый менее всего привлекательный. Но эти цвета пчелы как раз различают. Сейчас прочитаем такой вот вопрос интересный. Как прививается рой? Садится ли сначала матка на ветку дерева, а затем к ней собираются пчелы или наоборот? Сначала пчелы собираются, а к ним потом присоединяется матка. Вопрос очень интересный, оригинальный. Советую заострить внимание на эту тему. В воздухе происходят взаимные поиски матки и пчел. Ответ. Первым садятся пчелы. Они образуют небольшие временные грубки в разных местах дерева, близзы массы летающих пчел. Пчелы в этих грубках беспокойно бегают некоторое время и вскоре снова разлетаются. Пчелы садятся больше на темные места, напоминающие общим видом кучку пчел. Они также охотно садятся на места, куда уже прививались раи, ощущая запах собирающихся здесь пчел. Хочу заострить внимание на эту тему. Если у вас пасека и у вас раи выходили в прошлом, позапрошлом году, то обычно я вам хочу сказать, зима проходит, вот дожди и все, а пчел почему-то или духовная информация передается, что новые раи, которые пчелы только что народились, они никогда не летали в этой местности, они нюхом чуют, что опять нужно привиться на то же самое дерево и на то же самое место. Поэтому если у вас есть такие излюбленные места, где прививаются раи, пожалуйста, не выкорчевывайте эти деревья. Даже если у нас сухой сучок висит, они там будут постоянно прививаться. На это место даже можно подвесить подходящую такую раевню, которая может пчелу туда садиться. И вам будет легче снимать с этого места, вы будете знать. Обычно, если я на пасеке, я глянул в окно, как там моя пасека поживает, смотрю, рой сидит, пожалуйста, пошел, снял. Я знаю, уже мои глаза автоматически смотрят в том направлении. Поэтому постарайтесь такие места, где они прививаются, часто оставлять. И все пчелы почему-то стараются при выходе сразу, они обнаруживают, откуда у них такой нюх. Я предполагаю, что это духовная сфера в пчелах. И они чувствуют эту дорогу. Мы не видим этот мир. Ну, как собаки, кошки иногда чувствуют духов злых и неприятность. Вот так и пчелы, по-видимому, это чувствуют. Матка вылетает из уля с пчелами второй половины роя. Во второй половине роя. Летая среди пчел, она отыскивает их грубки на ветках и присоединяется к одной из них. После этого все пчелы роя собираются в этом месте. Если же на ветку сядет одна матка без пчел, то пчелы роя могут ее не найти. Так, например, пчелы часто не находят матку, заключенную в клеточку, которую пчеловод подвешивает на дереве. Найдя матку, пчелы издают призывные звуки и распространяют ароматическое вещество, сигнализирующее о наличии матки и ориентирующее других пчел на сбор к данному месту. Итак, друзья, вот такая вот, так сказать, тема интересная, вот, и дает нам вот такие интересные ответы и вопросы. Есть еще один вопросик, я хочу вам зачитать его, вот, он интересный, небольшой. Вопрос. При откладке яйца в трутневую ячейку сперма из семиприемника не выделяется, и яйцо остается неоплодотворенным. Почему же при откладке яйца в маточную мисочку яйцо оплодотворяется? Ведь мисочка по диаметре шире, чем трутневая ячейка. Ответ. Если вы внимательно присмотритесь к тому, что отстроенные пчелами мисочки, то заметите, что диаметр наружного ее отверстия заметно меньше диаметра в основании. И только потом, когда матка отложит в мисочку яйцо, из него вылупится личинка, пчелы расширяют входное отверстие. Такая особенность строительства мисочек связана с тем, что для откладывания оплодотворенных яиц матке необходимо ощущать брюшком более узкую ячейку. Вопрос. Я наблюдал, что матки кладут пчелиные яйца в ячейки, которые пчелы только начинают отстраивать. Матка не может ощущать в этом случае сжатие брюшка. Почему же она откладывает оплодотворенные яйца? Ответ. Матка не кладет яиц в ячейки с высотой стенок менее 6 мм. Такая глубина ячейки, по-видимому, недостаточно, чтобы матка с задним концом брюшка ощутила стесненность, свойственные пчелиные ячейки. Вы спрашиваете, могут ли быть еще другие факторы, регулирующие откладку матками оплодотворенных и неплодотворенных яиц? Конечно, могут, но про них мы ничего не знаем. Хочу еще добавить интересную информацию. Пчеловоды знают, что медовые соты с удлиненными ячейками, то ли это трутневые удлиненные, то ли это пчелиные удлиненные. В такие ячейки, в медовые соты, матка не может с удлиненными ячейками положить яичко, потому что она не достает дна. Пчелы трутовки могут закладывать яички, потому что они на край. Матка же не может. Поэтому она может пробежать по трутневым сотам, которые медовые, или по пчелиным сотам, которые тоже медовые рамки эти, и она там не находит себе места, сразу спускается вниз. Или вы заметили по весне, когда вы подставите на засев, и в семье нету соту медовую, хорошую, подставляете по засев, и в семье негде здесь сеять, то пчелы обязательно подстригут, ровненько сотик подстригут на ровную высоту, такую, чтобы матка достала. И если вы посмотрите, достанете рамку с печатным расплодом, то вы глянете, что печатный расплод всегда ровненько, один в один, крышечка в крышечку, закрытый. Это при нормальной матке пчелы подстригают одинаково. При трутовой матке, естественно, будут там торчать такие штыри, или матка плохо обладотворена, или пропускает яички какие-то, но трутневые, то будут торчать штыри трутни именно в пчелиных ячейках. Это означает, что матка какой-то дефект имеет. Ну, если немножко пропускает, то это не страшно. Но если она пропускает более 50%, то это же проблема, и матку стараются такую заменить. Итак, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Жду ваших комментариев. Ну, не забывайте сказать спасибо. До свидания.